Продолжение следует... Это плохо? Разве мы, безответственные водители, готовы рисковать собой, другими, своими детьми? Разумеется, нет. Но как тогда объяснить вот эту статистику? Просто представьте, что каждую неделю происходит две авиакатастрофы с полными пассажирскими Боингами 727. Тогда получится примерный эквивалент этих чисел. Почему-то не верится, что на дорогах вероятность погибнуть более чем в 50 раз выше, чем в самолетах всей коммерческой авиации в мире. Сознание никак не хочет мириться с этим и подбрасывает вполне логичные аргументы. Это не про меня, не про моих детей, да и вообще становится лучше. Мы все оптимисты и хотим, чтобы в этих сводках было одно единственное число. Ноль. Ноль происшествий, ноль раненых, ноль погибших детей. Просто ноль. Но если все мы в целом совпадаем в этом желании, почему это еще не так? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Люди все разные, их очень много. А у инспектора в день может пройти 100 человек, 100 разных отношений к жизни, 100 разных характеров. Все люди принципиально друг от друга отличаются, так или иначе. Наравняйся, смирно. Приказ вступить на экран общественного порядка в городе Москве. По назначению. Ну, нарушают люди часто. Они не задумываются о том, что они могут водить хорошо. И произойти может авария не по их вине, и пострадает в первую очередь ребенок. Хотя человек, ему 5 минут доехать от школы до дома, от детского сада, до магазина. Все это все случайно. Позвольте, пожалуйста, 9-9-17-6-3 по заданию. Что это происходит очень часто? Сталкиваешься с этим регулятором? Я сам отец. И с первых дней рождения моей дочери она ездит у меня только в люльках, креслах. То есть она никогда не ездит у меня просто так. И один раз у меня была такая ситуация, я даже вам, по-моему, ее не рассказывал. Я ее не пристегнул. Передо мной остановилась машина очень резкая. Ее немножко там пошатнуло. Слетела она в свое место. Не ударилась, ничего не произошло такого. Но она мне сказала, папа, ты меня уронил. Мне стало стыдно безумно. Я как будто, вот я прямо сейчас это вспоминаю. Мне перед ней стало стыдно, что я ее уронил. Я про нее забыл. Странно. Информация о своем ребенке обычно не попадает в категорию ненужное. Но в ответственный момент мы как будто теряем к ней доступ и находим другие дела. Поважнее. Как это происходит? Причин на самом деле довольно много, но попробуем разобраться. У нас есть два режима мышления. Условно назовем их автоматический и ручной. В автоматическом мы пользуемся той информацией, которая не требует умственных усилий. Дважды два, четыре. Москва, столица России. Зеленый свет движения. Красный стоп. Ручной включается, когда мы не можем получить ответ сразу. Столица Брунея. 56 разделить на 113. Можете быстро ответить? Скорее всего, нет. Когда ответ не находится сам и при условии, что мы знаем, как он получился, мы без труда его восстановим. Но если мы не знаем, как он получился, происходит сбой. Вроде того, когда мы на автомате бросаем где-то ключи и тут же забываем, где именно. Одна из проблем в том, что мозг перегружен такой автоматической информацией, которая непонятно откуда взялась и которую мы впитали неосознанно. Например, как везти ребенка из роддома? В автокресле? Ну почему? Я могу как бы рассуждать с точки зрения, опять же, врача-акушера. Мы вынашиваем беременность, вкладывая туда свою душу, чувства, эмоции. Маша, схватка, вдох и выдох. Рожденный малыш, он настолько незащищен в этой жизни, придя в этот мир, что мы в ответе за него. Когда мама или кто-то из родственников везет ребенка на руках, родитель своим телом может придавить ребенка при торможении или столкновении. Мы можем ему сами, собственно, и навредить и никогда себе не простим это. Кости, их содержит много хрящевой ткани. Пока еще. И малыш, ну, новорожденный, не может держать головку еще. И при тряске может произойти запрокидывание шейного отдела позвоночника, и ребенок, в общем-то, может получить травму. Поэтому малыша фиксируем ремнями безопасности. Тогда ребенку не будет угрожать ни резкое торможение, ни, не дай бог, столкновение. А еще дети вызывают у нас много положительных эмоций. Мы счастливы вместе с ними. И в такие моменты мозг решает, что можно расслабиться. Например, в случае с установкой автокресла. Что уж проще. Поставил и поехал. Но если кресло установлено неправильно, значит оно не установлено. А если оно не установлено, риск того, что при аварии ребенок пострадает, возрастает на 70%. Как этого избежать? В машине бывают два вида крепления. Изофикс надежный, устойчивый и быстрый в использовании. Если его нет, кресло пристегивается обычными ремнями. Это довольно легко, но для первого раза помощь продавца или любого другого специалиста будет очень кстати. Опять же, чтобы в порыве радости не забыть про очевидные вещи. После установки ремни должны быть туго натянуты, и ребенок должен быть в подходящей одежде. Есть специальные конверты с прорезями, куда продеваются ремешки. И тогда мы можем очень крепко фиксировать ребенка в этом автокресле. Либо просто комбинезон, который, в общем-то, тоже дает возможность также крепко зафиксировать малыша. Здравствуйте, меня зовут Егор Кулачков. Мне 8 лет, и у меня нет автомобильного кресла. Мне 8 лет, у меня нет автомобильного кресла. Вот еще одна проблема. На родительских форумах часто пишут, что Платон, Петя, Даша с 7 лет ездят без автокресла, и все у них замечательно. И если нам хочется освободить себя от хлопот, мы вцепимся в эту информацию и найдем еще больше комментариев на эту же тему из личного опыта других родителей. И вот мы уже решили, что без кресла вполне можно обойтись. Ребенок вырос. Так работает селективное восприятие. Проще говоря, мы принимаем желаемое за действительное. Видим только то, что хотим. Даже если мы не правы. Ну, дети, это наше все. Может быть, это банально звучит или как-то высокопарно. Проходим в класс, рассаживаемся в аппарате. Поэтому, когда родители не приобрели автокресло, не посадили ребенка, они получают травмы. Не должно такого быть. Если вы уже достигли роста 150 сантиметров, то вы уже можете не ездить в кресле безопасности. Должен есть в автокресле. Да. Да, потому что тебе еще вот расти сколько. Но как быть с тем, что дети, сами того не зная, заставляют нас идти на компромисс с совестью? Наверняка вы не раз слышали от ребенка. Я уже большой, я не хочу в кресло. Вспомните себя в возрасте 7-12 лет. Часто ли нам хотелось сделать то, что нужно делать? Второй Г. Ребята, давайте, чтобы никто... Полина. Ну, я не знаю, как совсем с маленькими. Ну, вот. Пять лет это точно. Когда они уже такие большие почемучки. Вот, и много вопросов, и много ответов. И я думаю, что тогда они уже более разумные. И можно объяснить через объяснение, опять вот, через выбор того же кресла в магазине. Тогда он будет чувствовать себя в нем комфортно. Ну, потому что сам. Сам сделал, сам захотел. Вот. Сам полюбил это кресло. Вот, естественно, он будет этим гордиться. А, ладно, конечно. Как считаете, кто в большей безопасности? Автогонщик на трассе или ребенок в вашей машине? В это трудно поверить, но профессиональные пилоты рискуют гораздо меньше, чем мы. Соревнования проходят на закрытых трассах, в машинах есть дополнительные каркасы прочности и пятиточечные ремни безопасности. А скорость реакции у автогонщиков в среднем в два раза выше, чем у нас. Но самое главное, все их маневры отработаны годами тренировок, и в момент гонки они сосредоточены только на ней. На дорогах не так. Две трети всех аварий происходят в радиусе 15 километров от дома, на наиболее знакомых нам улицах. Что еще ускользает от нашего внимания? Что мы не учитываем? 20 лет назад или 15 лет назад водителю нужно было меньше отвлекаться, меньше было раздражающих и отвлекающих факторов. Не было столько рекламы. Гораздо меньше информации поступало от мозга, и он ее успевал обрабатывать. Не у каждого внутренний процессор готов переваривать такое количество информации, которое сейчас происходит на дороге. Больше 10 лет я занимаюсь автоспортом, я работаю инструктором по контраварийной подготовке, помогая людям не попадать в аварии. Один из самых опасных маневров это маневр обгона, когда вам предстоит выехать на полосу встречного движения. Две машины. Скорость приблизительно 90. В момент столкновения две скорости плюсуются. То есть машина со 180 до нуля останавливается мгновенно. При таком столкновении, как правило, всегда летальный исход. Когда перевозите детей, такие маневры недопустимы. В первую очередь мы убираем мнимую уверенность в себе. Самый опасный период это когда 3 года вождения после 3 лет. Им кажется, что они уже все профессиональные водители и они уже могут позволить себе чуть больше. Если человек плюс не попадал там ни в какие аварии, эта самоуверенность, она только усиливается. Так вышло, что мы все сравниваем с прошлым опытом, а не с вероятностями. Я уже тысячу раз так обгонял и все было окей. Но на самом деле уверенность в себе никак не влияла на реальный риск. Этот феномен хорошо объясняет исследование математика Абрахама Вальда. Во время Второй мировой он изучал пробоины на самолетах союзников и вычислял, где их нужно укрепить броней. Он первым понял, что важны не те повреждения, с которыми самолеты вернулись на базу, а те, с которыми они не возвращались. Это называется ошибкой выжившего. Смотреть на один случай, где повезло, и забывать о 99, где не повезло. Стив Джобс бросил институт и стал миллиардером. Мой дедушка курил и дожил до 90 лет. Превысить на 5-10 км в час это не опасно. Аварии происходят не поэтому. Когда проводишь исследование обстоятельств транспортного происшествия и определяешь остановочный, тормозной путь автомобиля, и иногда 5 км в час как раз играют серьезную роль. Было явное превышение. С правой стороны было препятствие, она на него наехала и опрокинулась. Это вот одна из наших задач, как ученых. Предсказать процесс возникновения дорожно-транспортного происшествия, не дай бог. Как-то его спрогнозировать и свести к минимуму это самое явление, которое называется дорожно-транспортное происшествие. Родители не должны от этого как-то отстраняться. Считать, что эту проблему детской безопасности кто-то другой решит. Каждый родитель должен думать о том, что именно он участник решения этой проблемы. Важно соблюдать скорость. С этим тяжело спорить. Но какая бы наука и инженерные расчеты не стояли за знаками, разметками и ограничениями скорости, все это просто тонет в информационном шуме. Мы отвлекаемся. В начале нулевых мы могли удерживать внимание на одном объекте 12 секунд. Сейчас в среднем 8. Если вы родились во второй половине 80-х, возможно, еще меньше. В районе 5-6 секунд. Нам все сложнее и сложнее сосредоточиться. Но есть и хорошая новость. Наше внимание можно тренировать. И что важнее, в наших силах вообще не снижать его концентрацию. Для этого важно не делать одну простую и, вероятно, самую очевидную вещь на свете. В основном люди куда-то спешат, куда-то торопятся, поэтому они не обращают даже на это внимание. Вот устанавливаю машину, двое детей сзади, без кресел, без всего не пристегнутые, в салон убегают, прыгают. Рядятся родители, давайте побыстрее, и мне надо ехать уже, я опаздываю. У некоторых даже останавливаешь, детское кресло есть, но ребенок сидит не в кресле. Все у нас происходит из-за спешки. Отговорки банальные, не успели, времени нет. Спешка чаще всего. Люди работают, люди ездят по своим делам, люди привыкают в течение дня к определенному ритму, и процесс забирания ребенка из школы, из детского сада, из музыкального кружка, он становится частью всей этой спешки. Сел сам, сел ребенок, сам не пристегнулся, при ребенка забыл, поехал. Все это происходит в спешке. Проведите эксперимент, выберите привычное вам дело и попробуйте выполнить его в два раза быстрее. В какой-то момент мозг начнет разгонять остальные процессы. Пульс вырастет, дыхание у частицы, сторонние мысли исчезнут. Вы станете думать только о том, как сделать быстрее. Но это нормально. Организм так реагирует на стресс. Сужает концентрацию до одной конкретной задачи. На дороге это работает буквально. Обычно человек успевает реагировать на информацию, которая находится в поле зрения 120 градусов. При движении со скоростью в 10 км в час угол сужается до 90 градусов. А на скорости в 120 км в час мы можем не увидеть встречную машину на расстоянии ближе 30 метров. Каждый раз, когда мы буднично куда-то торопимся, из нашего внимания выпадают физические объекты, риски и даже здравый смысл. Увеличение штрафа, я думаю, на самом деле здесь сильной роли все-таки не сыграет. Нет, нужно, чтобы в сознании у людей что-то поменялось, чтобы они действительно поняли. И это все в наших руках. Если мы перестали спешить, если мы стали немножко внимательнее к таким деталям, как не забыть настигнуть нашего ребенка, все это вместе, все это в плюсе даст нам тот результат, к которому мы стремимся. Свести вот ужасную вот эту статистику, в которой страдают дети, свести ее к нулю. Пристегните самое дорогое. Тут в голове прямо лозунг этот вот у меня он отпечатался. Как у водителя. Не как у инспектора ДПС, а как у водителя, как у отца. Надо признать, наш мозг слишком хитро устроен, чтобы пытаться его одурачить. Мы постоянно узнаем про него что-то новое. Возможно, скоро технологии будут помогать нам обойти какие-то уловки сознания и наглядно оценивать риск. Представьте себе приложение, которое каждый раз при превышении скорости будет нас спрашивать. Вы действительно хотите сэкономить 4 минуты и увеличить на 10% риск о гибели вашего ребенка в ДТП? Но пока искусственный интеллект еще развивается. Умные машины, которые смогут оценить наше эмоциональное состояние и готовность к поездке, все еще в будущем. Пожалуй, все, что мы можем сделать сейчас, это спрашивать себя самостоятельно. Чем мы рискуем, когда не ставим автокресло, не пристегиваем себя и ребенка, обгоняем или превышаем? Субтитры создавал DimaTorzok